Мультфильмы Встречаемся раз в неделю, я проверяю их работы. Если у них там есть какие-то ошибки, я говорю, что исправить. Вот включаем демонстрацию экрана и просматриваю покадрово их анимацию. Сегодня центр Киберкит закрыт на ключ. Однако специально для нашей съемочной группы педагоги показали, как они проводят дистанционные занятия. Здесь изучают четыре направления. Мультипликацию, схемотехнику, программирование и робототехнику. Однако от последнего на время пришлось отказаться. Дорогостоящий подручный материал воспитанникам на дом не выдают. Зато в других направлениях есть поле, где можно разгуляться, благодаря просторам интернета. У робототехники основная часть занимает программирование, которое мы сейчас детям подаем на занятия. Учим с ними через программы, через определенные сервисы, развиваем в детях алгоритмическое мышление. Потом уже, когда у нас очные занятия начнутся, детям будет легче намного не просто конструировать, но плюс еще программинг быстро схватывать будут. Несмотря на то, что образовательный процесс не остановлен, количество обучающихся сократилось. По словам руководителя, причин достаточно много. Это и отсутствие технической возможности у воспитанников, большая нагрузка в связи с дистанционным обучением в школе, да и попросту многие родители учеников работают также на удаленном режиме. Однако и сегодня онлайн занятия посещают больше 150 юных коголымчан, которые оттачивают свои навыки для будущих побед. В Москву мы ездили протоптать еще больше туда тропочку, потому что там проводятся многочисленные соревнования именно технической направленности. Там много таких новшеств, которые мы как раз участвуем на подобных мероприятиях и берем. Но более того, мы как бы очень часто уезжаем, вот в ноябрь, например, к нашим соседям, очень часто нас приглашают на различные мероприятия. Стоит отметить, что дистанционный формат обучения позволил запустить серию бесплатных онлайн-уроков с живым общением. Таким образом, коллектив и руководство Центр Киберкит предлагает юным жителям наших городов попробовать свои силы в робототехнике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова